В центре Самары прошел рейд по соблюдению противоэпидемических требований. Глава Ленинского района Елена Бондаренко проверила работу пивоваренного завода на Волжском проспекте. Ревизия началась с контрольно-пропускного пункта. Здесь у всех сотрудников измеряют температуру. Результаты записывает журнал. Кроме того, служба безопасности не пускает людей на территорию без масок. А с 28 октября по рекомендациям Роспотребнадзора работодатели обязаны перевести на удаленную работу сотрудников с хроническими заболеваниями, а также тех, кому уже исполнилось 65 лет. Сейчас эти люди находятся в группе риска. По словам главного инженера, предприятия на заводе все требования постановления губернатора соблюдают строжайшим образом. Действует масочный режим, в каждом цехе сотрудникам персонально измеряют температуру тела. Эту процедуру проводят два раза в день. Перед началом работы и в конце дня. Транспорт для перевозки специалистов обрабатывают дезинфицирующими средствами. Данные заносят в журнал. Те люди, которые старше 65-летнего возраста, находятся дома с оформленным больничным листом. Беременные женщины находятся на дополнительной какой-то там декретной отзыв, как он называется. То есть они на заводе сейчас не приходят, они все находятся дома. Глава Ленинского района Елена Бондаренко также проверила универсам с пенными напитками и бар завода. Продавцы и персонал работают с соблюдением всех требований Роспотребнадзора. Используют средства индивидуальной защиты и не обслуживают клиентов без масок. Посетителей просят соблюдать социальную дистанцию по разметке на полу. Гости у нас уже дисциплинированные, то есть даже передвижение по бару тоже только в масках. Приносим извините за неудобство, но тем не менее, то есть только сейчас, только так. То есть гости у нас уже... Если принимают без маски, вы выдаёте маски или как в порядок? Обязательно, обязательно. После окончания рейда у Елены Бондаренко не возникло замечаний к сотрудникам предприятия, бара и магазинов. Зафиксировали, что нарушений нет, все требования соблюдаются, и дистанция, и наличие санитайзеров, и масочный режим, и режим замеры температуры. Подобные проверки проходят ежедневно. Сегодня в Ленинском районе Самары проведут рейды на других предприятиях. На постоянном контроле у ревизоров 31 организация с численностью более 100 работников. Торговые центры, магазины, рестораны, кафе и ночные клубы тоже под пристальным вниманием. Нарушители постановления привлекают к административной ответственности. Анатолий Головко, Николай Епифанов. События.